Всем привет, друзья мои, с вами я, Светлана Ата. Сегодня наступил очередной понедельник. У нас тепло. Сегодня день базара, но мы ту неделю с мужем часто ходили по ресторанам, питались на улице, поэтому у нас сегодня очень мало надо чего-то купить, прикупить. И вот с утра вот сижу на своем балкончике и наслаждаюсь солнышком. На море не пошла сегодня. Вчера мы были у Азлема, накушались. Плохманджу такое вкусное было. Вот никак не приду в себя, на ночь есть нельзя. Ну, а сейчас буду будить Ашкыма. Готовлю завтрак, наверное, сделаю ему. Он любит хлеб с яичком. Ну, а потом, что произойдет в моей жизни, я вам расскажу и покажу. Потому что я уже без вас никак. Может, на базар вместе пойдем, а может, не пойдем. Не знаю, сегодня я дома, у меня работа активная в интернете. И я сегодня не выйду. Так что смотрите мои видео, ставьте лайки, дизлайки. Ну, очень много дизлайков почему-то. Но я рада и за дизлайки. Спасибо моим дизлайщикам. И вот не буду говорить об одной подписчице, которая, ну, никак не может пройти, чтобы меня как-то не задеть. Ну, мне по барабану ваши уколы, скептическое отношение ко мне, к моему мужу. Не знаю, может, вы мужа-ненавистница. Ну, мне все по барабану. Я вас не буду блокировать. Продолжайте смотреть мои видео и наслаждайтесь нашей счастливой жизнью. Наверное, тот, к кому я обращаюсь, она поняла. Вот такой завтрак я приготовила Ашкэйму. Это вы всеми знакомые баклажан с чесночком, с маслечком, с перчиком. Очень легкий. Сделала ему сегодня такие гренки. Арбузик положила, маслинки. И все. Пойду кормить Ашкэйма. Вот так я лежу на своем балкончике. Одела носочки. Бережу, наобок бережет. Уже немножко прохладно. А я люблю ходить босиком. Ой, как всегда, стирку надо снимать. Короче, друзья мои, дела не заканчиваются мои. Там опять листочки упали. Лежу, отдыхаю. Пять минут сделала перерыв. Помыла я свой холодильник. Привела в порядок. Жду Ашкэйма. Он пропал. У меня что-то его нету. Не знаю, что принесет. Мое любимое кресло. Так классно лежать. Лежу, лежу. О чем хотела с вами поговорить. Вчера поздно ночью, наконец-то, сделала себе и в Руше заказ. Шампуни набрала, потому что они у меня... Я же голову мою каждый день. Закончили. Чуть-чуть осталось у меня. И купила себе по две бутылки. Разного такого. Еще взяла там себе. Что там взяла еще? Ну, придет посылочка, покажу. Волосы тоже нужно как-то покрасить мне. Вот маникюшу я себе нашла. А вот стилиста никак. Может кто-нибудь приедет, сделает мне волосы, покрасит. Девочки, приезжайте, жду вас. Косметолога нашла, о себе всех нашла. А вот с волосами пока не нашла. Пока справляюсь сама. Сижу на балкончике, смотрю на базар. Еще своего вошкыма. Пошел и пропал. Наверное, что купить, не знаю. Как крики доносятся отсюда. И хотела, знаете, о чем поговорить? Слышать ваше мнение. Я написала пост. И такой комментарий мне написали под постом в соцсетях. В каком смысле я это поняла? Что, мол, зачем зарабатывать женщине, если мужчина на это муж нужен? Вы согласны с этим? Я с этим мнением категорично не согласна. Почему? Потому что сегодня муж есть, а завтра его не будет. Понимаете? И что вы будете делать в чужой стране? Допустим, я говорю про себя в данный момент. В чужой стране будете возвращаться опять к себе на родину? Ну, может все случится в отношениях. Женщина, мне кажется, должна быть финансово независимой. Не бояться завтрашнего дня и даже не зависеть от мужа. А вдруг муж изменился настроение, не даст ей денег. Не даст ей, допустим, что-то купить. Не купит ей, а у нее хочется, ей хочется. Это первая причина. Вторая – это помощь детям в семье. Ни один турецкий мужчина не будет смотреть и помогать так, как будет помогать мама, мать своим детям и все. Здесь такой менталитет, что когда дети становятся совершеннолетними, они уходят, начинают работать. И родители, ну, могут только некоторые, помогают им. Не так, как у нас в Грузии, вот в России, детей должны смотреть. Я, например, до сих пор, но мои дети без меня никак не могут жить. Без моей помощи, моя семья. Поэтому мне кажется, что я права, что женщина должна быть в финансовой независимой. Если вы согласны с моим мнением, напишите, пожалуйста, в комментариях. Буду вам очень изнательно. Я так счастлива. А чем счастлива? Что я дома. Я когда приехала в Турцию, я всю жизнь работала, работала, работала. И так мне хотелось спать, не вставать рано утром, сидеть дома, отдыхать и наслаждаться уютом, готовкой, все делать для семьи. И когда сейчас у меня бурная работа такая, быстро бегу, вечером возвращаюсь, сегодня у меня такой выходной получился. У Насты испортилась машина, и поэтому она в сервисе. И у нас встреча отменилась. Но я усиленно работаю в интернете, конечно, на звонках и все. И так же занимаюсь делами домашними. Это такой кайф, если не представляете. А немножко попозже, по-моему, Ашкем пришел уже. Я посмотрю, что он купил, и буду готовить ужин. Ну вот и Ашкем пришел с базара. Я потратил на все это он 40 лир. Ну, в принципе, нам нужно было немножко чего-то докупить. Купил он булгур, вот так вот. Булгур и рис. Он отдал 30 лир. А на это все, наверное, 10 лир. Вот так вот он мне сказал. Ну, не больше. Я сказала, купи такой перчик для голубцов, хочу я, по-моему, сделать голубцы на днях. Ну, и вчера мне понравились ойти, как запекла узлем, баклажаны и перец. Я обязательно тоже сделаю. Ну, в общем, так у хлебушек купил там. И буду я сейчас готовить ужин. Сама не знаю даже, что, пока буду готовить. Мои, Ашка меня бросил. И я одна кушаю. Нет, шутка, конечно. Ашка пошел по делам после базара. С друзьями встретиться. Ну, я приготовила плов такого булгура. Печенку пожарила. У меня мерджимик, супчик. И сделала такой салатик и компотик. Я уже начала варить компотик. И смотрю, слив очень много собралось. И я решила это приготовить. Компотик. Вот никак мы не пьем, не выпьем его, сколько дней уже стоит. Приятного мне аппетита. А вот и я сама. Сегодня ужинаю в одиночестве. Мук-банк. А сзади вид-то какой красивый. Сама не знаю, хочу или не хочу, но нужно супчик поесть. Не так ли? Так полюбила этот суп из красной чечевицы. Во-первых, он полезный. И тут по чуть-чуть его наешься. Вот решила приготовить себе плов, порадовать. Ашка ему позвонила. Он говорит, кушай, не жди меня. Потом просто поздно будет. Сейчас еще семи нету. И я хочу пораньше. Конечно, он скоро придет. А то я тут вам панику бросила, что он мне бросил. Ну а насчет того, что боюсь, действительно бросит он мне. Не бросит он мне. Уверена в этом. А нымчик баба Джим его. Первым долгом. Но у нас, в принципе, нету между нами никаких конфликтов. Повода нету. Мы нормально понимаем друг друга с полуслова. Кстати, у меня такая проблема. То, что я не могу выехать и делать документы за гражданство. Придется мое гражданство отложить. Три года будет, как мы зарегистрированы. Десятого октября. И очень интересно будет, что будет 10 октября. Юбилей три года. И уже мне пора подавать документы. Так как я не попала в Грузию, я не знаю. Но есть еще один такой вариант. Пойти в ЗАГС и взять там какой-то документ, если мне его дадут. Ну, а если нет, тогда буду ждать, когда закончится карантин в Грузии. И сразу соберут чемоданы и поедут. Ну что, не буду вас задерживать. Буду я сейчас ужинать. Если что-то будет интересное, я тоже с вами поделюсь. Покайфую в одиночестве. И я так давно не кайфовала. Иногда и нужно для души. Не так ли? А потом, может, пойду займусь глажкой своей. Сейчас только тел. Тела не заканчиваются. У хозяйки. И все. И вам приятного аппетита, если вы со мной сейчас будете ужинать. Похвастаться, наконец-то. Постель эта кровать освободилась. Посмотрите, я сколько перегладила. Это еще не все. Еще в моей комнате, там на другой кровати вещи, платья. И кое-что повесила. Шкаф. И тут не по одной вещи, по две на каждой вешалке. В общем, я так довольна, что наконец-то я сказала и я это сделала. Лежу я на балконе. Только что закончила глажку. Там моют территорию базара. И посмотрите, какая почти полная луна. Звезды на небе. Вы их не видите. Вот включила я. Все перегладила. Все. Все перестирала. Перемыла. Аж каком знаете, куда пошел. Был сегодня с друзьями. Сидел-сидел. Не поужинал. Он захотел какую речь. Но я не пошла с ним. Потому что мне нужно было догладить. И я уже не кушать не хочу ничего. Он меня заставит все равно. Сам не съест. Я сказала, иди сам. Только чтобы собаки тебя не покусали. Ну, вроде бы, тихо все. Все. На этом буду заканчивать свое видео. Всем спокойной ночи. Приятных снов. И до следующих встреч. Пока-пока, друзья мои. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.